О шестой державе. Рассуждение о великом и малом. 60 на 60. Скандал с последствиями. Комариное начало. Горбушкина лирика. Расцвет шестой державы. Три редактора. Кто поверит теперь, что в годы блокады, голодовки и бумажного кризиса, когда население Сов России читало газеты только на стенах домов, в Шкидской маленькой республике с населением 60 человек выходило 60 периодических изданий, всех сортов, типов и направлений. А случилось это так. Выходило зеркало, старейший печатный орган Шкидской республики. Крепко встала на ноги газета. Аккуратно еженедельно появлялись ее номера на стенке, и вдруг пожар уничтожил ее. Газета умерла, но на смену ей появился журнал. Тот же Янкель печатными буквами переписывал материал. Тот же Японец писал статьи, и то же название осталось – «Зеркало». Только размах стал пошире. И никто не предполагал, что блестящему зеркалу в скором времени суждено будет треснуть и рассыпаться на десятки осколков и осколочков. А катастрофа эта произошла из-за несходства взглядов двух редакторов журнала. Не поладили Янкель с Япончиком. Япончик – журналист серьезный, с направлением. Япончику не нравится обычный еженедельный ученический журнал, освещающий жизни быт, школа в стихах и рассказах. Нет, Япончик мечтает из «Зеркала» сделать ежемесячник – толстый, увесистый и солидный журнал со статьями и рефератами по истории, искусству и философии. Япончик гнет все время свою линию, и лицо журнала меняется, количество страниц увеличивается до 30, потом журнал становится двухнедельным, потом – десятидневным. А школьная хроника и юмор изгоняются прочь. Им не место в умном журнале. Зато Ионин пишет большой исторический труд с продолжениями «Суд в Древней Руси». Увесистый труд разделен на три номера зеркала, и в каждом номере занимает от 15 до 20 страниц. Янкель окончательно забит. Он превращается в ходячую типографию. Ему остается только техническая часть – печатать, рисовать и выпускать номер. Но Янкелю очень скучно без конца переписывать статьи о Древней Руси. Он знает прекрасно, что никто не прочтет их, кроме автора и несчастного типографа. Янкель выбил все из сил. 30 страниц аккуратно переписать печатными буквами, разрисовать, прибавить виньетки, и все за 6-8 дней. Тяжело. Янкель отупел от технической работы. Она ему опротивила. Выпустив семь номеров журнала, Янкель призадумался. Ему также хотелось творить, писать стихи, рассказы, сочинять веселые фильетоны из школьной жизни. А времени не хватало. Япончик съел время Древней Руси. Тогда Янкель решил отступиться от журнала и бросить его. «Да ну его к черту!» – подумал он, что относилось в равной степени и к японцу, и к суду Древней Руси. Несколько дней Янкель не брался за журнал. Зеркало лежало на столе, до половины исписанное, а вторая половина улыбалась чистыми листами. Японец злился и нервничал. У него уже были готовы три новые статьи, а Янкель только ходил да посвистывал. Приближался срок выхода журнала. Наконец, японец не выдержал и решительно подошел к Янкелю. «Писать надо! Журнал пора выпускать!» Янкель поморшился, потянулся и сказал спокойно. «Да ну его к черту! Неохота!» «Как это неохота?» «А так! Очень просто! Неохота и все!» Япончик разозлился. «Ты вообще-то будешь работать или нет?» Но Янкель также спокойно ответил. «А тебе-то что?» «Как что? Ты редактор или не редактор?» «Ну, редактор!» «Работать-то будешь?» «Неохота!» «Значит, не будешь?» «Ну и не буду!» «А почему?» «Надоело!» Японец покраснел, пошмыгал носиком. «Ну и валяй, как хочешь!» Сказал он, надувшись и отходя в сторону. Тихо посмеивался класс, наблюдая, как Распри разъедает крепкую редакцию. С тех пор зеркало больше не выходило. Республика осталась без прессы. Даже Викниксор встревожился. Приходил и спрашивал. «Почему?» Но ребята отнекивались, мялись, обещали, что скоро опять будет все по-прежнему. Однако прежнее ушло навсегда. Неделю редакторы наслаждались покоем, ходили на прогулки вместе с классом, а потом вдруг и тому и другому стало скучно, словно не хватало чего-то. Приуныли. Объединяться вновь уже ни тому, ни другому не хотелось. А противили друг другу, и класс стал замечать, как уткнувшись в бумажные листы, каждый за своей партой снова зацарапали по бумаге Янкель и Япончик. Заинтересовались, что это вдруг увлекло так обоих. Однажды после уроков Янкель, сидевший около печки, оживился. Достал веревку, заходил вокруг печки, что-то вымерил, высчитал, потом вбил между двумя кафельными плитками пару гвоздей и натянул на этих глазях веревку. «А ты это зачем?» – удивлялись ребята. Но Гришка улыбался многозначительно и говорил загадочно. «Не спешите, узнаете». Потом он долго рисовал акварельными красками какой-то плакат и, наконец, торжественно наклеил это произведение на печку, около своей парты. Яркий плакат, в углу которого было изображено какое-то носатое насекомое, гласил «Издательство Комар». Пониже Янкель пририсовал вторую вывеску. Редакция – еженедельного юмористического журнала «Комар». А где-то сбоку прилепилась третья – типография издательства «Комар». Тут же на веревке был торжественно вывешен первый номер сатирического и юмористического журнала «Комар» форматом в тетрадочный лист и размером 8 страничек. «А это что же такое?» – спрашивали ребята с любопытством, рассматривая и ощупывая работу Янкеля. Тот улыбался и снисходительно объяснял. «А это новый журнал «Комар» – еженедельный, выходит как огонек или красная панорама, раз в неделю и даже чаще». «А почему он такой тоненький?» – пробосил купец, с презрением щупая четыре листа журнала. «Тоненький? А потому и тоненький, что не толстый», – огласил свою первую остроту редактор юмористического журнала. Читали «Комара» всем классом. Только япончик даже взглядом не удостоил новый журнал. Он сидел, уткнувшись в парту и шмегая носом что-то быстро писал. Японец решил во что бы то ни стало осуществить свою идею о толстом ежемесячнике и на другой день после выхода «Комара» дал о себе знать. Повсюду на стенах, в залах, в классах и даже в уборных появились неумело от руки написанные объявления. Внимание! Организуется новая книга издательства «Вперед!». В скором времени выходит номер первый ежемесячного журнала «Вперед!». В журнале постоянно сотрудничают Г. Ионин, К. Финкельштейн, Н. Громоносцев и другие. Кроме ежемесячника «Вперед!», книга издательства выпускает еженедельную газету «Неделя». Газеты выходят при участии Громоносцева, Финкельштейна, Ионина и других. Читайте. Скоро! Новое издательство заработало энергично. В тот же день появился первый номер недели. Неказистый вид этой новой газеты возмещался богатством ее содержания и обилием сотрудников, которые обещали выступать на ее страницах. Среди сотрудников, скрывавшихся под таинственным шифром и другие, находился и новичок Пантелеев. В первом номере были опубликованы его знаменитые злободневные частушки, столь легкомысленно отвергнутые в свое время красной газетой. «Япончик торжествовал. Теперь он с удвоенным рвением взялся за подготовку ежемесячника. Размах был грандиозный. Номер решили выпускать в шесть или семь тетрадей толщиной, складными иллюстрациями. Янкелю оставалось только злиться. Он был бессилен перещеголять новое издательство. Он был один. Все чаще и чаще прибегали с других классов к Япончику с вопросами. «А скоро неделя выйдет. Вперед! Скоро появится!» И Япончик, горделиво скосив глаза на Янкеля, нарочито громко говорил. «Газеты и журнал выходят и будут выходить своевременно. В объявленные сроки». Однако Черных решил не сдаваться. Он долго обдумывал создавшееся положение и твердо решил. «Буду бороться. Надо почаще выпускать комара». Началась горячка. Ежевечерний после невероятных дневных трудов Янкель с гордостью вывешивал на веревочку у печки все новые и новые номера. Улучшил технику, стал делать рисунки в красках и добился своего. Ребятам надоело дожидаться толстого ежемесячника. Они все больше привыкали к комару. Уже вошло в привычку утром приходить в четвертое отделение и читать свежий номер журнала. Комар победил. Но Янкелю эта победа досталась недешево. Он осунулся, похудел, потерял сон и аппетит. Через неделю вышел второй номер Яошкиной недели. На этот раз газета не привлекла никакого внимания читателей, так как была без рисунков и написана была от руки карандашом. Зато неудача Япончика повлекла за собой неожиданные последствия. Всю неделю купец ходил погруженный в какие-то размышления. А когда увидел серенькую неприглядную Япошкину газетку, громогласный на весь класс заявил. Какого черта? И я такую выпущу. И даже лучшее. И даже не газету, а журнал. Заявление купца было неожиданным. Тем более, что всего десяток дней назад он смеялся над чудаками-редакторами. Охота вам время терять. Кедрилы-мученики. Ведь денег за это не платят. И вдруг купец, редактор журнала «Мой пулемет», собирает штат сотрудников. «Мой пулемет», по заявлению редактора, называется так потому, что будет выходить очень часто, как пулемет стреляет. Тотчас же вокруг нового органа создалось ядро журналистов из малоизвестных начинающих литераторов «Мамочки Горбушки». А скоро Ильонька Пантелеев порвался япончиком и также перешел в молодое, но многообещающее издательство купца. «Мой пулемет» пошел в гору. Уже беспрерывно выходили три органа. Комар Янгеля, неделя Японца и мой пулемет купца. Но ни один из них не отвечал требованиям цыгана. «Это что же за издание, сволочи? Ни ребусов, ни задач не помещают. Барахло!» Цыган был полон негодования. Он пробовал вести свой отдел во всех трех органах, но ему везде вежливо отказывали. Тогда Громановцев внес свое предложение в издательство вперед, где был одним из редактором и деятельным сотрудником. «Ребята! Япончик, копчик! Предлагаю в журнале вести отдел «Головоломка! Я буду редактором!» Поэт Костя Финкельштейн, копчик, запротестовал первый. «Не надо! У нас журнал научно-литературный, солидный ежемесячник! Не надо! Не стоит!» – подтвердил японец. Чем окончательно вывел из себя любитель шарата головоломок? «Хорошо!» – заявил тот. «Не хотите? Не надо! Обойдусь я и без вас!» Цыган вышел из редакции вперед, и в скором времени в комаре появилось объявление. «На днях выходит новый журнал «Шарат и ребусов» и «Загадок! Головоломка!» Редактор-издатель «Энн Громоносцев!» Головоломка вышла на другой день. Потом столь же неожиданно мамочкой-горбушкой вышли из состава купцовского пулемета. И начали сдавать свои собственные журналы. Мамочка выпустила журнал с умным названием «Мысль», а как лозунг поставил вверху первой страницы известный афоризм цыгана, впервые изреченный им на уроке русского языка. Когда Громоносцева спросили, что такое «Мысль», он, нахально улыбаясь, ответил. «Мысль – это интеллектуальный эксцесс данного индивидуума». С тех пор это нелепое изречение везде и всюду ходило за ним, пока, наконец, не запечатлелось в виде лозунга над высокохудожественным мамочкиным органом. Горбушка, презиравший рассуждения о высоких материях, был больше поэтом и назвал свой журнал исключительно поэтично – «Зори». Однако Горбушка при всех своих поэтических талантах был безграмотен и уже с первого номера скандально опростоволосился. На первой странице Горбушкина издания по случаю бывшего месяца три назад спектакля красовался рисунок из пушкинского Бориса Годунова. Рисунок Горбушки изображал японца в роли Годунова с большим жезлом в руке. Но не рисунок заставил всю школу покатываться со смеху, а пояснительная надпись под ним – «Юлэстрация!» «Трагедия!» Борис Гадунв! Горбушка умудрился в пяти словах сделать семь ошибок и здорово поплатился. Поэтические «Зори» читали все, и не потому, что шкидцев очень интересовала поэзия. Их читали как хороший эмористический журнал, и даже Янкель обижался. Вот сволочь этот Горбушка! Конкурент! Особенно доставалась Горбушкиной лирики. Она вызывала такой дружный смех, какому могли позавидовать самые остроумные фильетоны комара. Но Горбушка никак не мог понять, над чем смеются шкидцы, и был оскорблен. Еще бы! Над созданием своего журнала он просиживал ночи. В стихи вкладывал всю душу. И по его мнению, получалось это очень красиво. Горбушка был лирик от природы, но лирику он понимал по-своему. По его словам, лирика – это когда от себя писать, и когда скучно писать. Писал он свои скучные стихи только тогда, когда его наказывали. Вот одно из его стихотворений. «Дом желтый наш, дряхлый и старый, Все время из труп идет дым. Заведующий славный наш малый, Но скучно становится с ним. Мне стало все жальше и жальше Смотреть из пустого окна, Умчаться куда бы подальше, Где новая светит земля». Но стоило только Горбушке поместить это стихотворение в своих зорях, Как уже вся школа покатывалась от хохота. А Камар в новом отделе по шкидским журналам безжалостно издевался над горбушкинской лирикой. По-видимому, этот поэт-горбушенце – очень наблюдательный человек. Недаром он подметил такое замечательное явление, Как все время из труп идет дым. «Мы боимся одного, Как бы ни пошел дым из другого какого места, Например, из зой, Или из горбушкинской головы, Которому пустое дело смотреть все жальше и жальше из пустого окна. Кроме того, горбушке хочется умчаться куда подальше. Мы с удовольствием исполняем его желание И посылаем милого поэта куда подальше. Живи себе там, горбушечка, Да стишки пописывай». Однако горбушка оставался тверд, Лирических упражнений не оставлял И регулярно выпускал «Зори». Уже шесть журналов выходило в одном только четвертом отделении. Такое обилие печатных органов Обратило на себя внимание всей школы И еще больше прославило старшеклассников. В первую очередь, конечно, Новой журнальной эпидемией заинтересовался Викниксор. Однажды придя в класс, Он произнес блестящую речь о том, Что школьная журналистика – Это очень и очень хорошо, Что журналы развивают способности, Расширяют кругозор, Прививают навыки, Вырабатывают стиль, Будет воображение, И т.д. и т.п. Под конец Викниксор заявил, Что в скором времени в школе откроется музей, В котором в качестве самых главных экспонатов Будут храниться эти журналы. Кроме того, Викниксор обещал оказывать содействие журналистам, Канцелярскими принадлежностями, И в подтверждение своих слов, В тот же день выдал Янкелю краски и бумагу. Щедрость Викниксора удивила И ободрила ребят, И уже на следующее утро появились Три новых журнала – «Всходы», Вестник техники И Клоун. Всходы Воробья Мало чем отличались от Горбушкиных зорь, Разве лишь тем, Что ошибок было меньше. Клоун оказался интересен только для педагогов, Так как издавал его самый ленивый И неразвитой четвероотделенец Пьер, Вечно находившийся в состоянии отцепенения И оживлявшийся лишь три раза в день За обеденным столом. Когда педагоги узнали, Что Пьер Соколов издает журнал, Они пришли удостовериться, Удивленно осмотрели сопевшую, Склоненную над бумагой голову парня И задали небезробости Несколько наводящих вопросов. Соколов, А ты что это делаешь? Соколов важно надулся И отвечал, Не поднимая головы. Журнал. Что журнал? Издай его. А как он называться будет? Клоун. А почему клоун? Тут Пьер окончательно выдохся И на этот вопрос, Как и на все последующие, Ответить уже не мог. Третий журнал «Вестник техники» Поразил всех. В Пашкиде пошли толки и догадки. Что же за «Вестник техники»? Кому он нужен? Мы же не занимаемся техникой. Зачем он нам? Недоумевающих нашлось много. И самым удивительным казалось то, Что «Вестник техники» Издает Ленька Пантелеев. Человек, Никакого отношения к технике не имеющий. Думали, что это какая-нибудь шутка. Ждали, что скоро под этим туманным названием Появится еще один конкурент «Комара». Шкицы готовы были посмеяться Над новыми стихотворными произведениями Именитого сатирика. Ждали и новых злободневных частушек. Но самое смешное заключалось в том, Что журнал действительно От начала до конца был посвящен технике. Журнал вышел И быстро завоевал популярность у читателей. Хотя в нем не было ни частушек, Ни стихов, ни рассказов, Ни солидных профессорских статей О суде в Древней Руси. Редактор Вестника Техники Оказался неплохим журналистом. Он понял, что читательский рынок в Шкиде Забит литературно-художественными изданиями, Что билетристикой читателя уже не проймешь, И решил искать новый тип журнала. Его собственные познания В технике ограничивались умением Свинтить электрическую лампочку на чужой лестнице. Но зато он догадался привлечь К журналу тех ребят, Которые интересовались техническими И научными вопросами. И таких, которые получали пятерки по физике. В первом номере Вестника Техники Были напечатаны статьи «Как самому провести электричество». Техника великого немого. Будущее радио. В отдел смеси Издатель переписал из старых и новых журналов Всякую занимательную всячину. А на последних страницах Расположился отдел наука и техника в Шкиде, Где среди прочего Скромно притулилась заметка следующего содержания. Деревянное клише Г. Черных и Л. Пантелеев Изобрели новый легкий способ изготовления клише Для постоянных заголовков и виньеток из дерева. Способ прост и доступен каждому. Берется гладкая деревянная дощечка И на ней ножом вырезается нужная фигура. Затем ее смазывают чернилами и печатают. Новое клише уже с успехом применяется для заголовков В издательстве Камар и для объявлений в нашем журнале. Количество журналов в шести подскочило до девяти. Но эпидемия журналистики еще не кончилась. Она только начиналась. Из четвертого отделения зараза уже просочилась третья. Следом за старшеклассниками потянулись и младшие. Устинович начал издавать первый крупный журнал Третьего отделения – Медвежонок. Горячка охватила и остальных его одноклассников. Скоро третье отделение имело целый ряд журналов, из которых особенно выделялись «Звезда», «Красная заря», «Туман» и «Вестник». Наступила очередь второго отделения. Эпидемия распространялась. Малышам понравилась затея старших. И скоро весь второй класс неутомимых бузовиков и дрочунов засел за изготовление журналов. К длинному списку выходящих органов прибавился ряд новых названий «Маяк», «Красный школьник» и «Летопись». Когда об этом узнали в четвертом отделении, кто-то пошутил. «Теперь не хватает только, чтобы еще и в первом отделении взялись за журналы». Шутка оказалась пророческой. Через пару дней маленький Кузя принес старшим показать свой журнал «Гриб» и рассказал, что у них уже издаются журналы. «Солнышко», «Мухомор», «Красное знамя». Вдобавок ко всему Петсовет вынес постановление об издании в каждом классе одного официального классного журнала – «Дневника». Республика Шкит все делала стихийно, нервно и порывисто. За поем бузили, за поем учились. И также за поем взялись за издание журналов. Сначала все шло хорошо. Воспитатели были довольны. Не шумели по окончанию уроков воспитанники. Никто не носился по залу. Никто не катался на дверях и на перилах. Не дрался и не бузил. Отзвенит звонок, но парты остаются по-прежнему занятыми. Только крышки хлопают, да изрезанные черные доски дрожат. Ученики сидят скромно, разговаривают шепотом. В классе тихо. Только перья поскрипывают, да шелестят бумажные листки. Десятки голов склонились над партами. Творят и печатают, рисуют и пишут. Это готовятся журналы. Зараза заползла во все уголки. Журналов стало так много, что не находилось уже читателей на них. Все пишут, читать некогда. Но каждому лестно, чтобы его журнал читали. Каждый старается делать свой журнал поярче, позаманчивей. Для этого требуется не только талант, но и время. А времени не хватает. Поэтому издательская деятельность не прекращается и во время уроков. Звенит звонок. В четвертый класс входит Сашкец. Но его появление остается незамеченным. Сашкец разгневан. Он не любит, когда его предмет историю не учат. «Класс, встать!» Гремит голос дяди Саши. Класс, хлопая крышками пад, поднимается. Лица у ребят такие, словно их только что разбудили. «Класс, садись!» Убрать со столов бумагу и прочее лишнее. И не относящиеся к предмету. Сашкец садится за стол, раскладывает книги, потом скидывает вверх голову и, проведя рукой по намечающейся повышел балысине, испытывающий осматривает застывшие фигуры учеников. «Сегодня мы кратко вспомним пройденное. Пускай нам Черных расскажет, что он знает про Ивана Грозного». Но Черных не слышит. Он усердно работает над очередным номером комара. До истории Ли Янкелю. Сашкец замечает его склоненную над партой голову и уже сурово окрикивает. «Черных!» «Что, дядя Саш?» – спохватывается тот. «Расскажи про Ивана Грозного. Я прошлый раз вам обстоятельно все повторил, поэтому вы должны знать». Но Янкель вспоминает только, что в прошлый раз он писал комара. Надо вывертываться. «Дядя Саша, да я плохо помню». «Не дури!» «Да честное слово, знаю только, что он кошек в окно швырял, а больше я и не запомнил». Сашкец удручен. «Садись!» – бросает он хмуро. Потом идет к Оффенбаху и застает того на месте преступления. «Ты что это делаешь?» «Пишу!» – невозмутимым голосом отвечает купец. «Покажи!» «Да!» «А вы отнимите!» «Покажи, тебе говорят!» Купец с гордой улыбкой вытаскивает сырой от акварельных красок номер пулемета. «Вот!» «Журнал свой пишу!» Сашкец в ярости порывается отнять журнал и, не справившись с купцом, ограничивается звонкой фразой. «Я тебя запишу в летопись за то, что занимаешься посторонними делами в классе!» Он идет к учительскому столу, но пока идет, замечает, что то же самое происходит и на остальных партах. Тогда халдей пускается на крайность. «Ребята!» «Я запишу весь класс за невнимательное отношение к уроку!» «Да невозможно работать! Эти журналы всю дисциплину срывают!» А в классе кавардак. В одном конце японец ругается с цыганом за право обладания художником Янкелем. Янкель должен нарисовать картину японцу для «Вперед!» То же самое просит сделать и цыган, который выпускает альманах лучших произведений Шкиды. В другом углу слышен виск поэта Финкельштейна. Это купец собирает материал для своего пулемета. «Дашь стишки?» Рычит он. «Дашь или нет?» «Да нет у меня стишков!» Защищается Костя. «Врешь!» «Есть!» «Не дашь?» «Буду мучить, Костенька!» «Не надо, купа!» «Больно!» «А дашь стихи?» «Дам!» «Ну то-то!» Купец удовлетворенный отпускает Финкельштейна и наступает на Янкеля. «Дашь рассказ или нет?» Опять писк. «Занят!» «Дашь или нет?» «Да дам!» Купцы обросили все сотрудники. Вот он и придумал этот простой способ выжимания материала. У окошка, зарывшись в красную газету, сидит Пантелеев. Он мучится. Он хочет сделать свой вестник техники настоящим журналом. Для этого все налицо, но нет объявлений. А для объявлений он оставил обложку. Ленька уже обегал все журналы, собрал несколько объявлений, но этого мало. Остаются еще два уголка. Эх, сокрушенно вздыхает он, тут бы петитом или нон-парелью парочку штучек пустить. И ладно. Вдруг он находит материал в красной газете и мгновение спустя уже выводит. Требуется пиш машинистке, вправление ора. В эту минуту в класс врывается маленький Кузи с первого отделения и прямо направляется к Янкелю. Ну, вопросительно смотрит тот, отрываясь от рисования. Кузя возбужденно говорит. Согласен. Идет, коротко отвечает Черных. Оба летят в первое отделение. Там кучка любопытных уже дожидается их. Значит, как уговорились, говорит Янкель, поэму на 60 строк я напишу вам сейчас. А нож перочинный вы мне отдаете по сдаче материала. Идет? Да идет, идет, соглашаются малыши. Янкель садится и с места в карьер начинает писать поэму для Мухомора. Писать я начинаю, в башке бедлам и шум. Писать о чем не знаю, но все же напишу. Перо бегает по бумаге, и строчки появляются одна за другой. Первоклассники довольны, что и у них сотрудничают видные силы. Правда, поэма стоила перочинного ножа, который перешел в виде гонорара в карман Янкеля, но видное имя что-нибудь да значит для журнала. Через полчаса Янкель уже выполнил задание. Поэма в 60 строк сдана редактору, а именитый литератор мчится дорисовывать рисунок. Тихо в школе, никто не бегает в залах, никто не катается на дверях и перилах, никто не дерется, все заняты делом. Три месяца школа горела одним стремлением – выпускать, выпускать и выпускать журналы. Три месяца. И за дня в день исписывались чистые листы бумаги четкими шрифтами, письменной прописью и безграмотными каракулями. У каждого журнала свое лицо. Один редактор помещает рассказ в таком стиле. Медведь. Рассказ. Была холодная ночь. Вокруг свистала вьюга. Красноармеец Иван Захаров стоял на посту. Было холодно. Вдруг перед Иваном набежал медведь. Иван хотел убежать, но он вспомнил о врагах, которые могут сжечь склады с патронами. Он остался. Медведь подбежал близко. Но Иван вынул спички и стал зажигать их. А медведь испугался и стоял, боясь подойти к огню. А утром медведь убежал. А Иван спас склады. Рассказ написал Кузьмин. А другой редактор и поэт пишет так. Я смотрю на мимозы. Я вздыхаю душистые розы. Зор очей мой тупеет. Предо мной все темно. Солнце греет. И природу ласкает. Как люблю я тебя с твоим взором. У третьего редактора совсем другие настроения. Грянь на бат громозвонный. Грянь сильней. Слушай, лют миллионный. Песню детей. Креп чистой пролетарский. Фабрик край. Потрудись ты, бунтарский. В первый май. Пусть звенит и гремит. Молот твой. Праздник май гимн творит. Трудовой. Три месяца бесновалась республика Шкит. Потом горячка стала постепенно утихать. Как звезды на утренней заре. Гасли один за другим мухоморы, клоуны, факелы, всходы и другие газеты и журналы. Ребята устали. Викниксор вовремя подсказал им хорошую идею. Пора издавать большую, общешкольную стенную газету. И вот появляется горчица. Здоровая, крепкая ученическая газета. Где материал собран со всей школы, со всех отделений. Где пишет не один редактор, а 15-20 корреспондентов. Из 60 изданий остается 4. Игра замирает, давая место серьезной работе. А от прежнего увлечения остается след в школьном музее. В виде полного комплекта всех изданий.